Раби Мейр Каханы. Книга «Неудобные вопросы для удобно устроившихся евреев». Часть первая. Грустное обязательное вступление. Цитата. И сделаю тебя для этого народа крепкою медную стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей. Иеремия 15.20.21 Ненависть. Старые охотники на ведьм не умирают. Они возвращаются в обличье израильской леволиберальной прессы, интеллектуалов, политиков, президентов еврейского истеблишмента и американских раввинов. Те, кто по причине возраста не застал американского сенатора Джо Маккартни, «Втоптавшего в грязь имена и судьбы невинных людей, кому еще нет трехсот лет, и он не жил в Салиме и не участвовал в охоте на ведьм, не жалейте об этом». Маккарти и салимские охотники на ведьм вернулись в полном облачении, но на этот раз в еврейских общинах Израиля и диаспоры. «Когда я вспоминаю события, произошедшие после того, как 26 тысяч израильтян выбрали меня своим представителем в Кнессете, я не перестаю удивляться, сколько криков ненависти раздавалось из либерально-интеллектуальной толпы. Расист, фашист, сумасшедший, свинья – вот лишь самые мягкие эпитеты, которыми меня удостаивали либеральные гуманисты, демократы еврейского государства и их адепты в Америке. Гитлер, нацист – на мою голову сыпались и такие сочные проклятия. И все это от людей, которые гордятся своей культурой, справедливостью, демократической терпимостью, интеллектом, способностью обсуждать любой вопрос научно, спокойно и рационально. Их ненависть – это губительный яд. Со времени моего избрания в Кнессет я видел ненависть и клевету, ложь и визгливую, иррациональную, истеричную желчь. Все вкупе с поразительным нежеланием полемизировать со мной ни по одному вопросу. Я видел, как государственному телевидению и радио запрещало спускать в эфир мыира Каханы, члена Кнессета, а также озвучивать его заявления и показывать его пресс-конференции. Вместо этого давались сообщения в духе желтой прессы, перемешанные с вульгарной осознанной ложью. Все для того лишь, чтобы опорочить меня и смешать с грязью. Я видел, как армия, которая должна сохранять нейтралитет, дабы сплачивать общество, а не вбивать в него клин, устраивала клеветническую кампанию против мейра Каханы, члена Кнессета, заставляя солдат посещать лекции левых, брызжущих ненавистью и ядом. Я видел, как на официальном военном радиоканале был выделен целый день для безостановочной атаки на мейра Каханы, члена Кнессета и обсуждение его преступлений, желание видеть, как в еврейском государстве соблюдается еврейский закон. Я видел, как правила Кнессета за один год изменились больше, чем за предыдущие 36 лет. Все для того лишь, чтобы как можно больше ограничить мейра Каханы, члена Кнессета, в его праве высказывать свою точку зрения и предлагать законопроекты. Я видел, как Кнессет принял правила, позволяющие спикеру в одностороннем порядке и без обоснования своих действий запрещать обсуждение любого законопроекта, которое он сочтет расистским, без всякого определения понятия расизма. Я видел, как были отклонены, как расистские два законопроекта мейра Каханы, слово в слово цитирующие великого талмудиста Маймонида. Я видел проект закона, наделяющего политический комитет Кнессета правом запрещать любую партию, как расистскую, на основании следующего определения понятия расизма. Вызывание враждебности между группами людей. Определение, которое позволит запретить в Израиле любую партию, любую газету, каждого второго человека. Я видел, как полиция произвольно отказывала нам в праве проведения митинга или санкционировала митинги против нас в 30 метрах неподалеку, с орущими динамиками и ревом толпы, перекрывающим все и вся. Я видел совершенно неприкрытые и наглые попытки физически не дать говорить мейру Каханы, члену Кнессета, как на него нападали орды левых молодчиков. Я видел, как члены Кнессета вставали и выходили из зала, как только начинал говорить член Кнессета, мейр Каханы, оправдывая тем самым аналогичное поведение арабов, коммунистов и представителей стран Третьего мира во время выступлений израильских представителей в ООН, которых они считают расистами, лишь потому, что они сионисты. Я видел, как либеральные и прогрессивные группы из американского и еврейского истеблишмента объединялись, чтобы оболгать и облить грязью мейра Каханы, члена Кнессета, и как они отказывались сидеть с ним за одним столом и участвовать в дебатах, оправдывая таким образом сторонников жесткой линии из ООП, которые тоже не дискутируют с сионистами. Я видел, как еврейский истеблишмент в США давит на отели и конференц-залы, чтобы они разорвали контракты на выступления мейра Каханы, члена Кнессета. Я видел, как синагоги, открывающие двери арабам и чернокожим антисемитам, запрещали говорить мейру Каханы, члену Кнессета. Я видел, как еврейский истеблишмент в Канаде и Великобритании просил свои правительства запретить въезд в их страны мейру Каханы, члену Кнессета, и не безуспешно. Я видел, как израильцы вместно с США пытались отобрать американское гражданство у мейра Каханы, члена Кнессета, хотя за многие годы так не поступали ни с одним членом Кнессета. Я видел, как президент Израиля приглашал в свою резиденцию коммунистов и поддерживающих ООП арабов, но отказывал в этом мейру Каханы, еврею и сионистскому члену Кнессета. Я видел, как этот же президент охотно присутствовал на съезде Израильской коммунистической партии, на котором зачитывалось обращение Арафата, осуждающее сионизм, при этом отказываясь посетить национальный съезд партии мейра Каханы, другого члена Кнессета. Я видел, как премьер-министр Израиля заявил, что не считает члена Кнессета мейра Каханы членом еврейского народа, чем отказал в этом праве и тысячам других евреев. Я видел, как облаченная в униформу дезинформированная левая молодежь из движений Ашомерга Цаир и Аноар Аувет с искривленными от злобы лицами изображала неприличные жесты и бросала яйца и камни в других евреев, поддерживающих Каханы. Я видел крайнюю степень лицемерия, когда те, кто еще недавно с пеной у рта обличали фанатиков, в кавычках, за их ненависть к шабату, сами кидали камни в последователей фашизма, в кавычках, как поклоняющиеся алтарю демократии, пытались сорвать законное собрание и нарушить свободу слова, как те, кто поносят правых за нехватку уважения к закону, напали на платформу для выступления, установленную с разрешения полиции, то бишь законно. Я видел, как горели убийством глаза у левых, той многочисленной «равы», которая вытравила из евреев все их еврейство, которое заразило нас своим комплексом неполноценности и заставило ненавидеть других евреев. Я слышал призывы убивать евреев, и ни один еврейский лидер, интеллектуал, журналист или либеральный гуманист не воспротивился. Я слышал открытые и истеричные подстрекательства, разрешения и даже мобилизацию сил для пролития еврейской крови. Я видел, как ко мне подходили евреи с тревогой и глубокой озабоченностью, советовали мне, береги себя, будь осторожен. Я видел лицо настоящего фашизма, настоящей жестокости, настоящей ненависти и настоящего зверства. И важно, чтобы вы тоже все это видели, потому что это – лицо паганизированных евреев, представляющих все чуждое и противное иудаизму, пораженных глубокой патологией, желанием уничтожить источник собственного существования. Давайте называть вещи своими именами. Это – первобытные гонители, а их безобразие – зловоние, исходящее из глубин их души. Это и есть настоящие фашисты и убийцы. Они ненавидят каханы и хотят его уничтожить. Но лишь как символ объекта своей ненависти. Они ненавидят каханы, потому что ненавидят иудаизм, евреев и самих себя. Они не остановятся ни перед чем, чтобы уничтожить тот каханизм, который они правильно расценивают как истинный иудаизм. Иудаизм, который обличает их собственную фальшь, пустоту и нееврейскость. Именно о них раввины говорили. Невежда ненавидит ученого гораздо сильнее, чем язычник еврея. Сильнее, гораздо сильнее и гораздо опаснее. Они ненавидят шаббат, законы иудаизма, ешив и раввинов. Они ненавидят еврейскую идентичность, ненавидят Бога, сионизм, еврейское государство и необходимость отличаться от других. И они ненавидят каханы за то, что он символизирует все это. И они ненавидят печальную для них реальность. Сотни тысяч сторонников и последователей всего того, что они ненавидят. Так что им приходится идти на все, чтобы уничтожить евреев и еврейскость. Но что самое страшное и опасное во всем этом, это то, что я увидел и узнал его. То прошлое, которое мы знаем под двумя именами. Ненависть и убийство.